Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами на канале Лиса София Ротару, а также Мария Марморис. И да, мой голос опи***рился, потому что на аниме-фестивале я слишком много орала и голоса у меня нет. Но Маша говорит, что я заболела. Да. Сегодня мы с Машей будем заказывать друг другу вещи с Алиэкспресса. Я буду заказывать вещи для Маши, Маша будет заказывать вещи для меня. Ну и посмотрим, что мы друг другу закажем. Пожалуйста, закажи мне что-нибудь, ну, такое. Ну, не без греха закажу. Левая рука крестится столько, видимо. Я про это не шарю, но у меня буквально сегодня терновый ободок. Ой, ничего, прикольно. Маша забрала мой телефон и пошла делать заказы. Мы начинаем заказы, дорогие друзья. В целом у нас что здесь формируется? Из интереса, please, рекомендации. Окей. Женская мода, спагетти, ремень, мини-платье, нарядное платье. Платье-комбинация для женщин из кожи. Хотите ли вы увидеть Лису в таком амплуа? Она попросила заказывать что-то нормальное, поэтому я считаю, что вот это отличное начало. Ей нравится это, если это ее рекомендация. Нет. Дальше она делает кучу покупок на 15 тысяч. А мы с вами ждем, пока придут посылки. Мы сделали заказ, мы готовы ко всему, а на самом-то деле... Я без понятия, чем ее Маше прислала. Ну что, мои дорогие друзья и подружки, давайте будем с вами все это открывать. Я без понятия, что моя возлюбленная Марморис тут могла мне напридумывать, поэтому давайте посмотрим. И первый сектор приз на барабане, лот, обрезанная башка, чек. Теперь не видно всего королевства богатства. Хватит мне писать, что я накатываю, я накатываю, но не снимаю вот время. Достаем lightball. Что это такое? Можно что-то прикольное заказать, ну типа реально, что-то, чтобы она вот достала, о, чтобы она достала и подумала, ну что это такое? Тут есть инструкция. Проверка инструкции. Давид, знаешь, что мне Маша заказала? Подсветку для туалета. Подсветку для туалета. Что, вы как этим пользовались? Маша! О, да, бля, смотри, смотри. Ой. Уди, уйди дальше, смотри. Владислава, он не работает. Да. Мы заходим в темноту. Блин, похоже на свечу. Это можно использовать как свечу. Ой, она стала сиреневой. А, нет, это на камере кажется, что это сиреневая. Я просто не понимаю, в чем смысл этого. Ну, подсветка туалета. Чтобы ссать на эту штуку, что ли? Ну, видимо, да, там написано, там даже инструкция есть, как ее чистить. Блин, оно прям вообще яркое. Я не очень понимаю смысла этого. Да нет, выключи свет. О, смотри, как... О, красная стала. Она стала красной. Господи, это туалет сатаны. Но перед тем, как мы продолжим. Сейчас мы будем с вами играть в одну игру. Эта игра называется Pocket Styler. Это модная PvP-игра для переодеваний. Здесь вы одеваете вашего персонажа, посещаете различные игровые события и создаете безумно модный образ. И все это делаете сами. В чем прикол? Здесь огромная библиотека. Просто сами посмотрите. Одежда, аксессуаров, причесок. Здесь, ну, буквально есть все. Даже парфюмерия и макияж. Смотрите, здесь можно создать свой собственный стиль для нашего персонажа, за который потом другие игроки будут голосовать. И если мы выбираем какой-нибудь очень прикольный наряд, лучше, чем наряд, который выбирает любая другая девушка. И тогда мы с вами набираем влияние и деньги. И можем открывать уже другие наряды, которые еще более классные и интересные. Это на самом деле очень сильно затягивает. Кстати, если вы играете в баттле, то вы можете стать законодателем моды. И уже в следующем баттле вы сможете диктовать свои правила игры. То есть, можете уже свои условия придумать. Например, не знаю, конкурс на самый красивый лук любительницы кей-попа. Ну, условно, да. Это очень круто, потому что, по сути, вы влияете на саму игру. Мне эта игра очень, на самом деле, нравится, потому что мне интересно разные стилевые решения смотреть. Потому что я люблю разные странные одежды. Думаю, даже по моему макияжу понятно, что я люблю все странное, необычное и прикольное. Поэтому вот у меня, получается, такой персонаж, по ходу дела, пока я вам рассказываю, уже умудрилась создать. И мне кажется, что очень интересно она выглядит. Я прям очень максимально залипаю в эту игру. И мне нравится, что реально здесь есть как обычная какая-то базовая одежда, так и очень странная. То есть, каждый может по своему стилю, по своему вкусу интерпретировать разные задания, если мы хотим участвовать в баттле. Много разных заданий, ты их выполняешь, и другие голосуют. Ну, и, конечно же, победители получают призы. Куда же без этого-то? Ребятки, приходите по ссылке в описании. Обязательно скачивайте игру и диктуйте свои правила стиля. Вещь номер два. Интересно, Маша мне сказала что-нибудь с бапуга. Здесь была какая-то заколочка. Ну, типа, они крепятся полосам, и ты можешь таким образом прикольно умываться. Также здесь было что-то вот такое. Что это? Похоже на брюки. Это реально штаны. Блин, ребят, пов, я заказывала такие штаны, и они мне не пришли. Я не знаю, Маша их увидела в списке у меня в рекомендациях, поэтому заказала, или как она это сделала? А вот так. Все вроде бы такое необходимо, вроде бы все так надо. Чисто такие, знаете, тренинги уличные, домашние. Неиронично заказывала подобные штаны, и они мне не пришли. Просто продавец их отправил, они не дошли, и я опормила спор. И спор у меня, естественно, сказал, что продавец, ага, вот тебе твое баблишко, забирай свои деньги и... Звезай свои деньги. Штаны класс. По качеству они тоже классные, они такие прозрачные, может быть, в них видна вся попа, но это хорошо. Попа есть, в конце концов, у всех, почему бы ее не продемонстрировать. Считаю, что штанам можно поставить 10 класс из 10, они легкие. Их можно носить так, их можно носить так, в них можно прыгать, в них можно делать так. Всем штаны! Штаны все еще класс. Что-то очень странное. Какой-то очень вот такой вот странной коробки мяты, которая была уже открыта. Надеюсь, там еще не сломалось. Что-то непонятное. А вы себя видите, а я вас вижу. Рила, а что это такое? Это какая-то камера, но это похоже на подставку, I guess. Одну надо впихнуть в другую, но это логично, но это слишком большая штука. Тогда как себе делать? Если кто-то знает, что это такое, напишите, но я думаю, мне это не поможет. Хотя, если я с этим не разберусь до момента выхода видео, то мне это поможет определенно. Короче, смотрите, что это. Это вот такая вот штучка с эффектом типа golden hour, закатного солнца. Проблема так в том, что у меня в комнате очень светло, и я не могу сделать темнее, потому что у меня нет штор. Но я думаю, так понятно, что даже в очень яркой комнате эта штука офигительно круто работает. Хочется прям фотки какие-нибудь поделать, потому что она реально бликует на лицо с золотом. Мое лицо без прожектора и мое лицо с прожектором. Кайф. Какая-то, походу, футболка. Смотрите, это у нас костюм пловца дайвера. Женский короткий комбинезон. Это даже не костюм пловца дайвера, это просто... Посмотрим, как он будет сидеть на лище, я думаю. И это... Ооо! Ребята, это какой-то комбез. Давайте померим. Зачем? А зачем мне вот это? Что это такое? Я теперь велосипедист! Или я теперь аквалангид. Боже мой. Для чего эта вещь? Аутфит против мужчин. Что-то огромное. Ой, это похоже, знаете, на полотенце такое, на большое махровое, на халат. По-моему, там даби. Да, я боссы съезжу, там даби. Тут даби! Это одеяло с даби! Нужно что-нибудь, чтобы она обрадовала, что-нибудь, что я бы хотела сама. Плед, Геройская Академия. Ну, плед такой, знаете, поношенный, как будто уже. Ладно, даби все еще секси с бабовой, у меня же есть. Но теперь у меня будет одеяло с даби. Кстати, оно очень уютное, и оно прям огромное. У меня есть бабовое одеяло, сейчас я вам ее покажу. Типа, посмотрите, какое одеяло огромное с даби, и вот мое одеяло с бабовой, которое есть. Я очень часто им укрываюсь, каждый раз, когда я, например, смотрю телек, всегда укрываюсь бабугой. Но теперь я могу укрываться и бабовой, и даби одновременно. У меня получилось сделать то, что я хотела. И внутри пакетичка было еще два пакетичка. Господи, Маша, сколько ты мне всего заказала? Я абсолютно в восторге, продолжай, Маша. Так, чёрт, пари. Я сейчас оббасусь. Просто, ребята, извините, если я оббасусь. Элиса, не благодари. Сегодня я сжалилась. Я надеюсь, ты закажешь мне косплей суперкота. Но в целом, надеюсь, ты не будешь мне заказывать никаких косплеев. Это, сука, парик на Леди Баг. Маша заказала мне взрадый парик на Леди Баг. Он абсолютно проклятый. Маша, тебя обожаю. Я рофлила с ней вместе, короче, на тему тоже, что мне пришел очень взрадый костюм. В прошлом видео. Я сейчас просто сдохну. Что это? Что это за при... Почему? Почему? У меня приедет в мужской груди. Это был женский костюм. И она, видать, решила мне взрадому костюму добавить тебе очень взрадую шапку. Я тебя обожаю. Блин, ребят, я не знаю. Если у вас нет таких друзей, то лучше бы, чтобы они у вас были. Потому что чел, который дарит тебе взрадую шапку, это шикарно. И пофиг, что это парик. Еще один парик? Что? Что это? Мария, у меня там много вопросов. Потому что вы заказали мне абсолютно прозрачный топ-бандо. Топ, конечно же, безусловно, очень very hot and very sexy. But how я должен это носить? Вещь прозрачная максимально. Но, но с купальником будет кайф. Или если, знаете, такие наклейки наклеить, тоже будет мега кайф. А еще я нашла одну ленту, две, не поняла, куда их делать. Пусть полетают. Очень-очень, конечно, плохие такие топики на YouTube показывать. Потому что если я открою, то вы все увидите. Не то, чтобы у вас не было сосков. У вас же есть соски. Почти у всех есть соски. Ну, типа, вы бы увидели соски. Я бы не хотела, чтобы вы увидели их на этом канале. Если там патреончите, тогда увидите за подписку в тысячу евро миллионов. Вот так вот, пока по берегу моей прелести будут секретные тайны. В женщине должна быть некоторая таинственность. Я считаю. Кто считает не так, тот, наверное, ошибается. Маша, а зачем ты мне заказала такую вещь? Абсолютно огромный проклятый пакет. Проклятый, потому что я уже даже совершенно не imagine, что там может быть. После всего вот этого, ноль вопросов. Мне кажется, Маша, когда ей придет то, что заказала ей я, она просто умрет. Потом она воскреснет и убьет потом меня. Потому что то, какую пыргу я ей заказала, а это толстовка, заячьи. Я давно себе хотела, но я боялась, потому что мне кажется, что она плохая. Толстовка с заячьими ушами. Да. Потому что, скорее всего, это плохая покупка. Но для Лисы ничего не жалко. Лисе мы можем заказать, позвольте себе. Возьмем Excel, чтобы было по размеру. Ааа, эй, привет, ты тут? Потому что я тут, я черный зайчик. Короче, классный зайчий сьют. Мне нравится, я люблю зайчиков. Лайбой эстетика, это абсолютно моя эстетика. Тут вот такие вот у него ушки. И вообще он очень уву. И черный. А я, как вы знаете, черный краш. Черный это мой кинцвет. Кстати, вы никогда не сгонялись, вот если бы вы были цветом, то каким цветом вы бы были? Я была бы черным, 100%. Темнота, это абсолютная я. Но какого цвета был бы ты? Блин, мне кажется, что-то глаз попало. Кстати говоря, я абсолютно не уверена, что после этого видео я стану зрячей. Знаете почему? Потому что я эти линзы купила в Корее. Три года назад. Ну, я про это промолчу. Но, но, но. Эти линзы в один день высохли. То есть, короче, я открываю баночку, чтобы надеть линзы. А линзы высохли. То есть, вода высохла, и линзы высохли. А это одни из моих любимых линз, потому что они самые длинные. И я заливаю основу этой линзочной жидкостью. Оставляю на три года. Вот, одела сегодня, спустя три года. Надеюсь, я буду жива. Ну, или это линзовая порча. Какие вот виды вещей есть у нас? Юбка мини. Она же девочки мои. Оля, что это за криповая юбка? Это же юбка, на которой лица людей. Тут как раз нет отзывов с лицом человека. Вот здесь лица многих людей. Извините. Вы не думаете, что у меня нету вкуса? Я реально, типа, мысль нормальная. У меня есть мозг. Смотрите, какая модная. Я думаю, она ей понравится. У меня есть юбка с лицами людей. Дело так. В этих линзах я ровно ни хрена не вижу. Вполне вероятно, что на этом видео я выгляжу ужасно, но я просто ничего не вижу в этих линзах. Так вот, к чему это была история? Есть такие, знаете, вещи, которые называются вещи, несовместимые с трусами. Так вот, эта юбка, мне кажется, что она несовместима с трусами. Но я этого не знаю. Поэтому вы мне скажите, пожалуйста, так, я сейчас все очень слип и шелк. Вот, совместима ли эта юбка с трусами или нет? Кстати, ай, ес, это вообще-то выглядит очень даже хорошо. Ну, то есть, я реально, когда увидела эту юбку, подумала, что она какая-то глупая и никакая. Но она очень даже секси. И, по-моему, она совместима с трусами, потому что на лицах людей я не вижу трусов. Не, ну не то, чтобы на лицах людей должны быть трусы, но, ну, короче, я не вижу здесь трусов. А еще ее можно надеть повыше. И выглядит тоже класс. И даже с этим платьем, которое стало импровизированным топиком, выглядит неплохо. Сейчас хочется присесть на человека. Оп! Также из необходимого, что еще? Вещь, которая меня пугает. Такое ощущение, что там какая-то пресловутая свеча. Но нет, это не свеча. Что это такое? Я не... Фу, оно воняет! Это Трамп туалетник! Это туалетный Трамп! О, боже! У меня теперь есть туалетный скипетр с Трампом! Повелеваю тебе, сделай меня богачкой! У меня в голове заиграл гимн Америки, я не знаю, как у вас. Интересно, насколько хорошо он оттирает. Но кто-то думался до этого, я даже не знаю. И я вообще не уверена, что можно такое было выкладывать и покупать. Ну, туалетный Трамп. Что-то новое. Маша абсолютно не могла точно заказать мне это платье, потому что это же платье мне пришло, и я что-то не выкупаю. Точно не могла заказать мне это платье, но я у нее спрошу, заказывала ли она мне это платье или нет. Нет, это не от нее! Вообще не так. Какой ужас! Нужно же, чтобы нормально пришло, да? У меня же такая цель была. По-моему, да. Это юбка. Черт! Это реально сейчас выглядит, как просто такое длинное платье. И я бы хотела иметь такое платье, но у меня нет такого платья. Но вот вообще было бы очень секси, конечно, ходить. Давай, типа, ножкой делать вот так вот и вот так вот. And последняя вещь. Ты ж моя прелесть. Это попсокет-телефон-чехол. Господи, я сказала попсокет, я хотела сказать попсокет. Извини, Качан, я тебя верну на место. Чтобы понимали, насколько сильно я люблю Качана, у меня обложка с кацаки, но если я снимаю обложку с кацаки, то кацаки здесь есть. А еще здесь маление. Надеваем. Выглядит фэнси. Ниппон. Оно не работает. Кажись, оно не работает. То есть вот вы сейчас хотите сказать, что моя подруга заказала мне вещи, заплатила за них деньги, а попыть даже не работает? Но такой попыть не настолько кайфовый. Почему? Но когда я первый раз сделала попыть, я испытала чувство проклятости. Вот такое, вот так на меня повлиял попыть. Я абсолютно трезва. Я ничего не делала. Это абсолютно трезвый, умный, нет, чел. Он все еще блестящий. На следующий день. А на заднице оно такое же прозрачное? Что это?